Вдохновленные очередным роликом о подделках антиквариата, фуфлоэксперты форума вместо обсуждения указанных признаков подделки на изделиях, атрибутированных ими как подлинные, принялись, перебивая друг друга, коллективно представлять меня общественности, при этом анализируя мою внешность, здоровье и вредные привычки. Отвечу взаимностью и познакомлю вас с вымышленными персонажами сериала о реальных продажах фальшивок. Поскольку погоняло каждый из них выбирал себе самостоятельно, представлю членов концессии прохвостов, следуя сценарию, по кличкам, в соответствии с аватарками и описаниями, представляющими внутренний мир этих проходимцев. К тому же по именам общаться у жуликов не принято. Итак, начинаем закулисное знакомство с персонажами сериала. Дятел. Предводитель Каманчи, модератор форума. Основная его деятельность – чистильщик. Он выклевывает в темах следы оплошности и хамства подельников. Иногда не брезгует продавать фальшивки, а звание модератора помогает вызвать у покупателя иллюзорную гарантию подлинности лота. Пингвин. Всегда на отдельной льдине. Издалека периодически провоцируют соратников. Основная деятельность – заводила. Активность в темах пингвин проявляет только по команде от дятла. Пингвин – постоянный участник липовых аукционов с фальшивыми лотами. Гагинг. Мыслит предметно, не углубляясь в эмоции. Его трезвые мысли обычно теряются в коллективном пафосе участников концессии. Далит. В связи с тяжелыми условиями труда, он вынужденно оставляет грязные следы везде, где появляется. Голубиха. Играет в архивариуса. Регулярно, без каких-либо документальных подтверждений определяет авторов по фальшивым клеймам на подделках. Обсуждение подлинности предметов часто переводит во флирт, компенсируя дефицит внимания к себе. Шептун. Страдает излишним ожирением, не позволяющим вставать с дивана даже во время землетрясения. Регулярно подчеркивает, что имеет связи и шепчется с всемирной сетью фуфлориатчиков. Давича дошептался с краснодарскими коллекционерами до вздутия и пустил шептуна по всему форуму, распугав дятла с подельниками. Копченый. Исследователь электронных библиотек. Тексты сообщений Копченого наполнены трагедиями и антитезами. Свою переобразованность Копченый демонстрирует, вставляя в сообщения цитаты классиков, обретая таким образом авторитет среди подельников. Ритинг набрал постраничные публикации различных книг. Одна страница, одно сообщение. Клёпа. За время, проведенное на антикфорум, солома в голове у Клёпы проросла и закучерявилась. А восторженный блондин научился пользоваться чат GPT и карьера специалиста пошла в гору. Клёпа. В сговоре с виртуальной реальностью ведет 12-дневный курс и принимает экзамены, а чат GPT штампует дипломы профессиональных экспертов по антиквариату. У достойной чести эксперты не подозревают, что Клёпа – это и есть искусственный интеллект, а посвященный в тайну двойной агент дятел тщательно выклёвывает следы, неосторожно оставленные искусственным интеллектом Клёпы. Тулуп – аспирант фуфлориатских наук, работает под крыльями дятла. Пожурив подельников за оплошности при продаже фальшивок, сам же и находит им оправдание. По его мнению, покупатели антиквариата – это люди с деньгами и без мозгов. Рейтинг набрал бессмысленными рассуждениями о пользе и вреде патины при втюхивании фуфлориата. Персонажи эпизодов Клоун Снежинка Железяка Бивень Звук 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 Алло Алло Привет Здорово Да, нашли мы твоего чеканчика Тебе он вообще нужен А что с ним не так? Да пальцы гад себе переломал, пока нас еще клеймо устраивает Не, чеканчик не нужен, клеймо везите Давай, окей Вот клеймо Ну что, в крови что ли? Чеканчик ноздрю хотел спрятать, поранился Ладно Чеканчик фуфлориата на некоторое время потерял инструмент, желание и физическую возможность оставлять следы фальшивого Фаберже на подделках Скоро на канале вторая серия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok